Давайте проведем регистрацию. Время, внимание и регистрация. На свидании присутствует Рождец с командой числа, название главного муниципального образования Киндсессу и городского поселения, Ешилию, в прямом муниципальном образовании Киндсесский район, Карапацкая, это не середина, исполняющая обязанности главного муниципального образования Киндсесса и городского поселения, журналисты, приглашенные. Но по традиции, как говорится перед началом работы, позвольте мне приступить приятно от всех присутствующих. Очень много сейчас и в России, и в Европе переживает о том, что происходит в мире в целом вообще. Но есть хорошее, как сказать, мести из городского поселения, и именно из Совета депутатов, где рождаются девочки, то войны не будет. Так вот, эту главную социальную задачу наш депутат Александр Павлов выполнил. У него сегодня родилась девочка, извиняюсь, ошибаюсь, вчера. Мы его поздравляем с этим. Администрация Кенгисепского района всегда одерживает победу. Говорю, почему администрация Кенгисепского района одерживает победу? Потому что руководители администрации носят имя Виктора, Виктория, победа. Но за этот некоротый период у нас появился еще один руководитель. Теперь с администрацией Кенгисепского района всем, кто хочет поапонировать, будет еще сложнее. Потому что еще один Виктор у нас, именинник, это председатель комитета по экономическому развитию Пугачев, Виктор Евгеньевич. Евгеньевич, да. Я вас поздравляю. У нас по третьему и по четвертому вопросу, уже когда была опубликована повестка, поступили письма от администрации с просьбой третий и четвертый вопроса снят. Я считаю, что в данной ситуации это все в письмах объяснено, понятно. И предлагаю, коллеги, согласиться с этим предложением. И третий и четвертый вопрос из поиски сегодняшнего заседания. Так, по другим вопросам, какие-то приложения, замечания, изменения, внесения? Ваше внимание, касается информации о работе по улучшению питьевой воды в городе Кенгисепе. Мой докладчик будет главный инженер Кенгисепского водоканала Сергей Геннадьевич Строфимов. Для начала хочу сказать, что администрации совместно с водоканалом постоянно ведется работа по данному направлению. И у нас заключен, соответственно, разработан совместный план мероприятий по доведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями Санпина, питьевая вода и водоснабжения средных мест. Данный план мероприятий предусматривает мероприятие на период 2014 по 2017 год. План согласован с территориальным отделом Роспотребнадзора. Основные мероприятия – это реконструкция водозаборных качественных сооружений Сережина, капитальный ремонт контактных осветителей, ВОЗ Сережина, реконструкция водовода диаметром 500 мм от ВОЗ Сережина до проспекта Карломарта, старый ремонт запорной ароматуры, узла промывных вод ВОЗ Сережина и замена фильтрующих материалов на контактных осветителей. В этом момент совместно с водоканалом прорабатывается вопрос готовности политического лица участвовать в будущем конкурсе на предоставление этого объекта водозаборных качественных сооружений в концессию. Хочу подчеркнуть, что при этом право собственности не будет треняться и водозабор как бы муниципальный, и водопроводной сети. Так он остается муниципальный. В 2014 году мы предприняли меры и разработали проектно-осветовую документацию и прошли экспертизу, проторговали. У нас есть контракт, заключенный в 2014 году на 84 млн. рублей. Это замена водовода. У нас три ветки идут с водозабора Сережина до города. Одна из них будет меняться на современную полиэтиленовую трубу диаметром 500 мм. Работы, начатые в конце прошлого года, это работы по замене запорной арматуры и насосного оборудования на головных очистных сооружениях. Более подробную информацию я прошу тогда по качеству воды донести Сергея Геннадьевича Трофимову, и я буду готов потом ответить на ваши вопросы совместно. Нет, но дело все в том, что не красиво, а грамма. Грамма, очень обтекаемо, шикарно. Немножко... Есть несколько вопросов. Один вопрос. Мне интересно, выходят ли сотрудники водоканала вверх по течению реки и смотрят ли, сколько очистных сливается в воду? Столько. Столько, да. И если это делается, как людей штрафуют или еще что с ними делать? Что вы спрашиваете, это зоны санитарной охраны. Зоны санитарной охраны три. У нашего, в частности, водозабора. Одна, грубо говоря, это по ограждению бетонное, которое есть. Вторая, примерно до Сабска. Это соседний район. И третья, она, так скажем, выбирает в себя все реки, ручейки, которые воду сбрасывают, реки в луго, откуда мы забираем холодную воду. Так вот, действительно требуется огромный комплекс мероприятий. Мы к этой работе приступили даже, наверное, не три, а четыре года назад. Разработали проект. К сожалению, экспертиза нам дала отрицательное по нему заключение. Было, ну, так скажем, неподконтрольно. А теперь мы должны создать условия, чтобы вся вода, которая сбегает, с баллов, с каких-то, может быть, находящихся там дачных участков, с животноруческих объектов, стала вдруг чистой и прозрачной. И эти все объекты, маленькие, большие, поимели бы свои локальные участные сооружения. Просто вот миллиарды денег и очень сложные мероприятия большие. Поэтому, безусловно, водоконал контролирует, какую воду они забирают на листу и какую подают. Я не знаю, ежечасно или как, но со своей периодичностью. И у нас есть только залповые такие выбросы, как скажем, во время таяния снега, когда идет более мутная вода, исходная вода такая, на которую наш сегодняшний логозабор не рассчитан, не может справиться. Почему мы занимаемся реконструкцией? После того, как все люди уже поднялись, туда пришла комиссия. Комиссия проверила. И после этого теперь люди платят с припиской также в три куба. То есть я считаю, это очень много, когда от этих приписок мы уже будем как-то отходить. Ну ладно, туг полтора, ладно, ну еще, но все равно это неправильно. Но когда у меня стоит счетчик и плюс с тем кубов приходит к пенсионеру... Это мы сейчас, я понимаю, мы уже говорим о службе Евгении Павловича. Давайте мы все-таки... Это вопрос не совета депутатов, абсолютно. Потому что мы к нам люди обращаемся. Вы работайте напрямую, пожалуйста, уже достигаем. Мы достигаем, а там урок нет, приходим к ним. Татьяна Викторовна, давайте вот мы с вами утвердили повестку. Я вот с первого своего, так сказать, заседания прошу вас. Я еще раз обращаю. Давайте быть в рамках правовой культуры, в рамках общей культуры и так далее. Это непосредственно сами водочистые сооружения и определительность, то есть те водоруды, по которым вода подается потребителям. Вы, наверное, знаете, что водочистые сооружения проектировали в 68-м году согласно действующим на тот момент законодательства. Сооружения были введены в эксплуатацию в 72-м году. Но на тот момент, с другой стороны, качество воды в реке Луглас, которой мы по сегодняшний день забираем воду, на порядок отличалось от качества, которое мы имеем на сегодняшний день. Соответственно, та технологическая схема, которая была запроектирована и введена в эксплуатацию в 72-м году, не может на сегодняшний день довести качество питьевой воды до требований сорбива рыжего цвета и, может быть, мутной. Эти два показателя никакого влияния на здоровье и организм человека не оказывают. Это факт. Но они действительно у них не стабилищатся. Остальные показатели, которые могут оказывать какое-либо влияние, это, в частности, микробиологические показатели, они находятся под постоянным контролем как в нашей лаборатории, так и Роспотребнадзора. Поэтому в нашу лугу можно пить смело, спокойно, не беспокоиться о каких-либо последствиях. Если вы помните, в позапрошлом году осенью по нашей вине была прекращена подача холодной воды на центральную городскую котельку. После этого мы свою работу начали с того, что была привлечена специализированная организация именно водолазов, которые провели обследование наших водозаборных сооружений и был выполнен ряд мероприятий. В частности, было с привлечением водолазов выполнена работа по замене запорной арматуры в непосредственно водоприемных колодцах, через которые осуществляется подача воды из реки на водоочистные сооружения. Была выполнена чистка этих водоприемных колодцев. Далее проведена работа по замене запорной арматуры и непосредственно на самого насосного оборудования, насосной станции первого подъема, который забирает воду из реки Луга. Значит, все оборудование было приобретено и смонтировано. Это немецкие производители КСБ и ВАК. Монтировалось оборудование с силами водоканала. Для работ привлекалась также специализированная техника, спецтехника, губоканал Санкт-Петербурга. Это позволило нам в текущий осенний-зимний период и в последующие годы, я надеюсь, десятилетие, избежать проблем, связанных с забором воды непосредственно из полезного источника для снабжения. По качеству воды на сегодняшний день у нас стоит больной вопрос, в связи с тем, что ситуация, которая на всех проблемах чувствует, это использование с теми агентами. Очень сильно продажали два гигиагента, которые мы используем. Это гигухолид натрия, мы сказали, с Аркинского, который мы приобретали, пришли на наш сельский. Очень сильно продажали серно-кисло-люминию, которое производится на территории бывшего города, проживающего предприятия, в своей компании «Аврика». Вы знаете, стоит автомат, продажа питьевой нормы, стоимостью нового гигиагента – это порядка трех рублей за один литр. И воду, которую покупают жители города, это порядка трех копеек за один литр. Чтобы вы понимали, о чем вы живете начали. Цвета его забит песком и еще чем-то там ржавчина. Ну, ржавчина, понятно, ладно, это натурально. Так вот, как мы от песка там, он все равно в квартиру приходит. Это качество водопроводных сетей. Ваш дом обязан еженедельно, ежемесячно, по мере необходимости, этот фильтр чистить, чтобы удалять методические примеси. В ланце, векаралов, внутренние водопроводные сети не стоят. Мы отбуживаем только те трубы и сети, которые находятся в земле на улице. Они лежат с той кондиционной, которая идут по Октябрьской и уходят на Жуково. Старый район, старый район, в районе Буршинбани. Есть ли планы по переводу этих стопов? Они хоть и небольшие, но тем не менее. На систему центрального корректора, чтобы там все это было так? Это не мою канализацию, это не хосфеканер. Это регионы канализации Кудар-Полиса, в том числе дренажный воздух, теплокрас и весь интеград, который есть в Грунте. Мы, к сожалению, к счастью, регионную канализацию город не обслуживаем. Поэтому, сказать, мы точно ничего не будем делать. Откуда у нас все референсировано по поводу канала? Ну, основной источник продвижения на РИК, убеждали людей, как это средства инвесторов и средства областного бизнеса. То, которое занималось программой «Чистая вода», она не перешла никуда? Есть эта программа, существует? Программа у нас существует, и, как сказал Евгений Павлович, мы в ней участвуем. Регион, уже собрав программы, получает какую-то часть на чистую воду также с российского бюджета. Мы сами едем. Мы не едем. Отчеты на пути РАК-туба взлет, информация директора РАК-туба взлет, Ильчилл, Радик Педорович. РАК-туб плономерно развивается. Конечно, не так хотелось бы. Все зависит от финансов. В прошлом году наша санкция налета пополнился еще одним. Стало больше возможностей, мы больше занимаемся здесь и полетами. Спортивный планер стоит в районе 100 тысяч долларов. То есть, вот эти деньги мы собираем. Как только он у нас появится, у нас будет возможность ездить на соревнования и выступать за нашу полет. Ну, если по цифрам могу сказать, у нас где-то около ста человек спортсменов-планилистов в городе подготовлены. Вы чемпионка России, мастер спорта Инга Иванова занимала неоднократно первые места в России. Полетом у нас остается где-то 14 человек, а ты готова сколько-то, двое. Те, кто не бегают со своих работой в депутатах, помнят, с чего это начиналось и какие были огромные проблемы. Когда я когда-то выступал с детьми, я говорю, дайте какую-то копеечку, потому что не хватает просто запчастей к нашим машинам и нам не взлететь. Здесь стояли острые вопросы с безопасностью, с доставлением земельного участка, с доставлением помещения для детей в зимний период, когда нельзя эксплуатировать поле. Огромные вопросы были у депутатов, у людей без безопасности и правил. И сегодня я слышу, проблем нет, нас проверяли те и другие, претензии их нам нет. Я думаю, что оценку нужно дать хорошую, положительную, что это действительно нужная работа. Очень хорошо, что у нас в городе есть люди, которые заинтересованы и двигают этот вопрос. Сколько? Десять лет я с ним работаю. Мы прошли Крым и Рыб, и хочется достичь, конечно, я считаю, что мы сегодня достигли платформы. Вот у нас есть фундамент, можно так сказать, да? Мы прошли все юридические коллизии, все висело воздух, все это было какие-то поля. Сегодня у нас четко создана юридическая база, законодательная база, которая позволяет нам двигать дальше этот проект. Этот уникальный проект, не каждый район, не каждый город может похвастаться, что есть вот такой клуб. Дойти до полноценного аэроклуба с подготовкой паршютистов, с подготовкой будущего летного состава, командиров кораблей, все остальное. У нас вот эта база сегодня создана. На самом деле это так. В течение восьми лет я видела, как они трудились и в большинстве на своем энтузиазме. Я помню то время, когда они у нас с цехов выводили сами, сконструировали, сделали два самолета. Правильно, да? Два самолета. Это была такая гордость, я всем показывала, говорила, посмотрите, у нас в Кингисеппе были собраны два самолета. Уж я не знаю, как эта марка называется. Ну, во всяком случае, и все это строилось, вся эта работа строилась в большинстве на энтузиазме этих людей. Да и любой депутат, который хочет сегодня себя реализовать в каком-то проекте, у нас очень много действительно направлений в спорте, и авиация, пожалуйста. Где можно нам, депутатам, поучаствовать и ногами идти до Москвы и добиваться привлечения инвестиций в наш любимый город Кингисеппе. Олег Футорович поднимает свой взлет, это действительно, у меня был энтузиазм, это все начиналось. Спасибо, что поддержал свое время Виктора Ивановича активно, и все поняли, что это действительно нужно и предпочтали. И, в общем-то, я предлагаю рассмотреть возможность и представить от имени Совета депутатов Олега Футоровича для награждения, потому что это большая работа сделана. Он и сейчас фактически не акцентировал внимание на основных достижениях. Попробуйте, кто-нибудь из нас получите на баланс три самолета от членов. Мы уже вставляли достаточно подробную информацию о деятельности судового качества за 2014 год. Оно достаточно объемное, так как наше учреждение многопрофильное и занимается вопросами капитального характера, то есть ремонтами, реконструкциями объектов. Как и содержание инженерных сетей и объектов внешнего благоустройства. Структура учреждения такова, что основными у нас направлениями это отдел благоустройства, который занимается объектами внешнего благоустройства, с уличной дорожной сетью города и района, через который было по поручению администрации заключены 70 муниципальных контрактов в 2014 году. На сумме 76 миллионов 137 тысяч рублей. Оселение городских территорий в удалении аварийных деревьев, содержание фонтанов, ремонт, организация дорожного движения на территории города Кингисепа, дорожная отменка и так далее. В этом году город чистят хорошо. В таком случае все проезжие улицы, вазы очищены. И что приятно удивляет, во всяком случае в этом году, микрорайон «Откопка», Владимир, который смотрит, это его окон, но я там живу, все улицы очищены. Это неожиданно приятно. Лаэс заменил опоры электропередач и на новых опорах не оказалось связи. Весь микрорайон погрузился с сентября 2014 года во мрак. В какой стадии решения находится этот вопрос, пожалуйста. И второе, то, что мы с вами тоже занимались, это так, в микрорайоне Левобережный, была комиссия вами созданная, спасибо, прошлись, по, подскажите, как правильно называется, водоотводящие канавы. То есть они со временем оказались засыпанными, что подтапливают участки, которые переданы в архитектуру, не было ответы службы заказчиков. Когда это было? Вопрос требует проработки. Мы с профильным комитетом обсуждаем пути его решения. Я думаю, что этот вопрос в ближайшем времени будет решен. То есть нам надо принять некоторые, так сказать, основополагающие документы, касающиеся либо аренды этой собственности, Славецко, их опор освещения. Техническая такая возможность есть. Вот юридически тут надо просто договориться. Я думаю, что это все решено. Буквально, наверное, ожидаемо на следующей неделе будет решение этого вопроса в юридической плоскости. Как каким образом нам наши фонари повесить на их собственные столбы и подключиться, и как он налажен учет. В Новом Узке там есть освещение. Вернее, там все установлено, но нет света. Это связано с тем, кто не принято за баланс, или еще что-то. Поэтому решение вопроса, как там планируется? Освещение удовольствует улице Слободска. То есть это дорога регионального значения. Там нет нашего имущества, но и то наш подрядчик, ну, как бы, так сказать, поддерживает там возможное технически за, так скажем, на энтузиазме. Сейчас много вопросов по освещению. И уже вот тоже, когда раз вам очень понравилось, я же говорил о том, что это, надо, все это в отдельную тему и, так скажем, в отдельную программу. Вы меня интересует этот вопрос. Мы заявки уже дали освещение вдоль Криканская, от рынка до 16-го дома. То есть там, где вдоль тротуарной дорожки, там, где есть, уже столбы стоят, видимо, когда-то, в каких-то годах, 80-х, 90-х, я на всяком случае это не помню, не знаю. Но люди говорят, что это освещало. Уважаемые депутаты, вот давайте мы сделаем, давайте мы сделаем такую таблицу, таблицу, где будет написано 780 пунктов. И давайте мы ее ранжируем. Вот ранжируем. Знаете, что такое ранжируем, да? Ранжируем. Вот поставим, мы сначала вынесем вам эту таблицу. Что надо сделать? От дома пионеров до ревневой канализации, да? И давайте ранжируем. Мы вот это говорим сейчас, знаете, но вот, то есть вот, олея, дразделка, стоят белые столбы, когда мы туда в самой последней очереди придем. Это самый вопрос, который, ну, один из последних будет решаться, потому что не настолько он важный. Вот он важный. Людям нет света в частном секторе. Вот это важный вопрос, который мы будем решать. Там еще. Там идет, идут полгорода идет. На комиссии возник вопрос об использовании общества, каким образом они его используют. Мы вышли на место, посмотрели. По просьбе депутатов могу подтвердить, что помещение используется. Большая часть используется именно инвалидами. Самое большое помещение занимает председатель общества. Он ремонтирует бытовую технику. Используется помещение также под барикмахерскую, шриков, которые 50% инвалидов. Ну и другие. Единственное, небольшое помещение используют для нас секонд-хенда. Используются, ну, как бы, незащищенные свои населения. То есть сказать, что они используют не под назначением, нельзя. На комиссии мы спросили вопрос об использовании к обществам инвалидов вот этих занимаемых площадей. Предложение, значит. Мы, да, действительно, на депутатской фракции «Единая Россия» мы рассматривали этот вопрос. Рассматривали этот вопрос о передаче в безвозмездное пользование обществу инвалидов и обществу слепых. И решили единогласно передать безвозмездное пользование обществу инвалидов сроком на 3 года. Вопрос девятый. А продаж жилого помещения в положенном по адресу Ленинград, в том числе, в том числе, улица Песочная, дом 8, квартира 6. Жилых помещений барачного типа не пригодны для проживания. Я предоставляла вам материал, в каком они стоят на улице, чтобы для них хозяина, чтобы кто-то взялся и его отремонтировал. Потому что ремонт за счет бюджета – это очень неподъемные деньги. Он просто того не стоит. Мало того, наши очередники все равно не в соответствии с жилищным кодексом не могут въехать в эти помещения даже после ремонта, потому что они не было бы устроены. Есть желающие, есть люди, которые проявили инициативу именно по конкретному помещению. Но мы не можем им, конечно, говорить, что это они победят, это будет аукцион, будет рыночная акцент, но тем не менее предлагаем продать данное помещение. Действительно, сгоревшая комната, она пустует, она абсолютно на балансе висит, как ненужный груз. И рядом живущая семья с детьми, малообеспеченная семья, они хотят только жую, они готовы его выкупить и сделать ремонт для жилья. Поэтому я здесь, конечно, обращалась в суде и в комитет и прошу, нельзя ли целевой им ее продать, но целевой продать, не вынося на аукционную. 17 за, вручную службу, держалась более. Решение будет. Коллеги, мы полтора часа отработали. Я, генподрядчик, мы не могли регулировать его график, пастухов по ритовой арене. Вы знаете, что мы успешно завершаем строительство, перейти встать очень большие работы по благоустройству, изысканию средств на строительство полу улицы, которых нет в бюджете, нет в проекте. Это задача администрации, которую мы будем выполнять. Поэтому, с вашим позволением, конечно, мы все-таки рабочие абсолютно. Продолжение следует...